привет всем минуты через две мы начнем мою лекцию для начала представлюсь я Женя Заболотный я php разработчик пока пока у нас есть две минуты времени я немножко хочу сказать зачем по моему мнению нужно знать историю языка с которым ты работаешь или хочешь работать я считаю что история языка его появление его развитие помогает понять лучше понять его свойства его лучшие и худшие стороны а также помогает решить и прежде всего для себя подходит тебе этот язык или не подходит вот лично мне очень нравится история разных языков например например такие языки как c++ их появление учит нас тому насколько насколько важным этапом было появление оп его популяризация для развития программирования язык джава его история нам показывает принципиальную позицию его создателей разработчиков которые хотели создать хороший инструмент для кросс платформенной разработки язык c sharp и платформа дотнет вообще демонстрирует очень большой такой масштаб создания языка когда привлекалось очень много талантливых проектировщиков языков и различных консультантов было вложено много сил и денег разработку платформы которая как я считаю тот нет является самым самым лучшим продуктом компании microsoft ладно это было лирическое отступление мы начнем нашу лекцию я прежде всего нормально представлюсь я женя заболотный разработчик пичпи вот я сотрудничаю с компанией никс никс и давайте прежде всего когда мы говорим о появлении создания языка стоит поговорить о его создатели язык php придумал создал изначально rasmus lerdorf это датско-канадский разработчик который родился в гренландии вот и он появление языка было достаточно случайным событием то есть он когда появился мозаик первый браузер или второе он заинтересовался очень сильно веб-разработкой ему хотелось сделать свой сайт хотелось сделать резюме вот и для того чтобы считать количество посещению ему нужен был инструмент и и в то время сайты создавались с помощью си и других языков и использовался так называемый cgi интерфейс вот и собственно программирование под веб выглядело не очень не очень дружелюбно для программистов и поэтому рассмус лердорф решил создать более более удобный инструмент для создания собственной веб странички вот и через какое-то время в девяносто пятом году он решил поделиться своим своими наработками с другими людьми чтобы помочь другим также реализовать какие-то их идеи в вебе вот при этом при этом сам рассмус никогда нет ну по крайней мере в то время не относился к своему созданию как к чему-то очень существенному то есть для него это было чем-то просто решающим его проблему текущую вот и для него было неожиданно и неожиданными тот рост то тот интерес который вызвал его как бы новый язык который он языком не считал у других людей и сам он отзывался о своем языке как к зубной щетке то есть он его сравнивал с зубной щеткой говоря о том что в нем ничего нет интересного вот это всего лишь инструмент вот ну пожалуй стоит вспомнить контекст которым зарождался PHP это был 95 год в этом году появился ряд других языков в том числе джава джаваскрипт и даже руби вот здесь я привожу даты появления языка языков в публичном доступе некоторые из них разрабатываются продолжительное время некоторые публиковались не сразу например тот же голанг он был готов еще 200 2009 году но его открыли к публичному доступу только в 2012 году вот собственно 95 год был очень богатым на создание языков и позже были созданы тоже другие конкуренты PHP которые например тот же dotnet голанг и сейчас это typescript вот которые сейчас достаточно популярны вот как я уже сказал для расмуса PHP это был просто просто некий инструмент он его видел как шаблонизатор и он всегда говорил что PHP это не язык это шаблонизатор ну в то время вот и он искренне не понимал почему люди пытаются писать код на PHP его изначально задумки PHP это было то что мы сейчас бы назвали view то есть это был вид а сама бизнес логика должна была реализовываться в виде C кода который компилировался там и его можно было можно было вызвать функции написанной на C из PHP вот идея основная мотивация создания этого шаблонизатора было в том что Rasmus хотел писать код в виде HTML в виде HTML потому что на C код выглядел как код на C а Rasmus хотелось чтобы его верстка выглядел как HTML с краплениями каких-то управляющих конструкций вот но когда он поделился этим всем с другими разработчиками у них появилось очень много запросов этот инструмент был очень простым полезным и он и многим многие начали реализовывать свои какие-то задумки проекты на нем и посыпались запросы Rasmus на доработку некоторых фич ну и Rasmus как человек в принципе который как человек он ориентирован помогать другим он пытался реализовать все эти запросы которые людям нужны были не понимая зачем они им нужны вот да и важно понимать что отношение Rasmus к программированию было чисто прикладным вот и ему начало ну постепенно ему начало надоедать поддерживать PHP как бы он все что мог сделать сделал и на вот выпустил вторую версию после существенными вправками PHP стал более похож на то что мы привыкли видеть сейчас вот и постепенно его интерес к нему угас вот и того какие можно сделать выводы на текущем этапе то что PHP изначально был создан как шаблонизатор его можно было расширять с помощью C вот и в глазах Rasmus это был простой инструмент для решения простых задач уже тогда было заложено основной принцип основной отличительный принцип PHP я его сформулировал как принял отдал забыл еще есть другой вариант этого принципа его называют как PHP должен умереть то есть PHP после выполнения скрипта он всегда удаляет контекст и при следующем запуске контекст создается снова даже если сам PHP не выгружается из памяти он всегда обнуляет контекст и это как как уже 25 лет спустя сказал Rasmus в своей лекции о PHP вот мы изобрели это по сути это было это было то что сейчас называют серверовость то есть уже тогда они использовали один из принципов который сейчас лег в основу сервера технологий вот которые сейчас набирают популярность и так пожалуй я сейчас проверю трансляцию я посмотрю может быть есть какие-то текущие вопросы на которые можно ответить и будем двигаться дальше так так всем привет вопросов нету да вы можете задавать вопросы в чате трансляции и в конце я постараюсь ответить на все вопросы если они будут а после этой лекции после этой части отдельной трансляции будет стрим Димитрайна вот о современном PHP так что после после этой трансляции можем двигаться туда и так продолжаем а да и чуть не забыл как вы думаете как Rasmus относится к программистам Rasmus не понимает зачем программисты программируют да эта фраза вырвана где-то из какого-то контекста на самом деле я вот при подготовке к этой лекции я пересматривал его лекцию на конференции забыл на какой вот его лекция которая называется 25 лет PHP что-то такое вот я пожалуй конце поделюсь ссылкой в чате так вот Rasmus продолжает участвовать в жизни PHP и он участвует в конференциях рассказывает про какие-то вещи которые про историю про новые вещи которые возникают в PHP но у него есть особое очень интересное отношение к программистам и программированию в целом мы к этому еще вернемся итак с этого момента начинается собственная история PHP такого как мы его знаем PHP как языка а не шаблонизатора в то время это был наверное 98 или 99 год два израильских студента Зив Сураск и Энди Гутманс работая над их университетским проектом по электронной коммерции они заинтересовались в PHP и у них появился ряд идей они начали общаться с Rasmus вот и собственно поскольку Rasmus отошел от развития PHP они взялись на взяли за то чтобы развивать этот проект да PHP был полностью open source проектом и и таким и остается до сих пор поэтому в нем участвует много разработчиков и он движется развивается с помощью комьюнити вот в то время они основали компанию Zend Zend это сокращение из их имен Ziv и End и получилось Zend вот и выпустили третью версию языка который еще более похож на современный PHP в нем добавлено было много функций вот и в принципе язык был улучшен после третьей версии вышло четвертое там во первых был создан новый движок он назывался Zend Zend engine и была добавлена объектная модель очень простая больше похожая на структуры чем на объекты вот появились интерфейсы к некоторым объектно-ориентированные интерфейсы к некоторым стандартным API стандартной библиотеке вот PHP и собственно дальше уже там четвертый PHP дожил до версии 4.4 по-моему и вышел пятый PHP в которой в котором был улучшен перформанс производительность появилась OOP которая выглядела уже нормально очень близкая по синтаксису к java но далеко не все фичи современных языков там были реализованы был type hinting для классов это прообраз какой-то типизации вот в PHP добавились исключения обертка для работы с базой данных которая до сих пор используется достаточно удобная и продуманная ну и была добавлена стандартная библиотека PHP которая содержит набор классов нативная поддержка json она заключалась в двух функциях json encode и json decode вот ну как-то так что же касается шестого PHP его не было разработка что PHP велась очень долго усердно и основной задачей фичей этой версии должна была стать должен был стать переход на unicode 16 но как вы возможно знаете сейчас популярен unicode 8 UTF 8 а UTF 16 он нигде не используется поэтому это была проигрышная неправильная ветвь развития PHP но к сожалению много сил было потрачено на эту разработку и PHP так и не увидела свет собственно можно считать эту версию пропущенной вот она никогда не была зарелизена только возможно какие-то исходники были вот во внутренней разработке и так если посмотреть на года выпуска PHP то можно заметить что между PHP 5.0 и 5.3 был разрыв 5 лет это был самый существенный разрыв между выпусками существенных версий PHP были версии 5.1 и 5.2 но они были больше как они больше содержали исправлений и мелких доработок то есть в 5.3 вошли фичи из 6.0 PHP которые не смогли зарелизить из-за того что проект провалился то есть начиная с 5.3 началось портирование уже некоторых фич 6.0 PHP которые планировались тогда но в это время пока было затишье и пока PHP не выпускала версии появилось много соперничающих технологий и фреймверков которые были ориентированы на веб то есть PHP изначально был ориентирован на веб разработку и долгое время он оставался лидером и лидером как по количеству работы по рынку лидером рынка так и лидером симпатии разработчиков но но в этот период как раз до выхода PHP 5.3 появилось много интересных проектов которые предлагали новые новые средства для разработки они предлагали фреймверки то чего PHP предложить в то время не мог вот и это было поводом для было бы поводом подуныть для PHP но тем не менее в это время зарождались фреймверки которые уже во многом они были попытками скопировать более удачные решения в других платформах тот же те же рельсы тот же Django вот да и что вы думаете Rasmus думает про фреймверки да фреймверки отстой тем не менее мы так не думаем мы я имею ввиду разработчики PHP вот фреймверки вот в то время около 2005 года был бум появления фреймверков на PHP и это было очень это было очень весело вот каждый год рождалось по нескольку фреймверков хотя бы по одному и они предлагали какие-то свои новые решения то есть в то время когда PHP переживал кризис тем не менее PHP разработчики нашли чем себя занять они сами придумывали новые средства для разработки и фактически они развивали язык потому что впоследствии это очень повлияло на на развитие языка вот так вышел PHP 5.3 и там появилось много решений в основном синтаксических которые делали просто язык богаче удобнее и современнее то есть начиная с 5.3 язык начал потихонечку оживать развиваться и становиться более приятным в использовании вот основные факторы которые повлияли на развитие языка впоследствующим это переход разработчиков собственно компании на более открытое ведение развития языка то есть появились такие вещи как PHP RFC которые до сих пор используются как инструмент предложения по улучшению PHP внедрения новых фич в PHP то есть где-то с 2008 года может чуть позже появилась возможность у контрибьюторов и не только у контрибьюторов предлагать какие-то варианты какие-то новые фичи для языка а также предлагать реализации этих фич присылать как pull-реквесты вот в виде патчей тогда вот и это очень сильно повлияло на язык была введена система голосования когда ведущие разработчики контрибьюторы языка могли обсуждать и голосовать те фичи и решать какие фичи появятся новые версии это позволило обеспечить хорошую динамику выпуска новых версий PHP появление в каждой из версий появление значимых фич в 2009 появился композер и покаджист это композер это пакетный менеджер который позволил очень эффективно и быстро шарить код между разработчиками то есть если раньше библиотеки приходилось копировать и вставлять в проект в виде zip архивов и прочего то теперь это можно было делать из консоли используя композер и покаджист также в 2016 году разработчики фреймверков объединились для того чтобы создать стандарты PSR и они до сих пор создаются новые стандарты которые позволяют регламентировать как стандарты кодирования так и основные интерфейсы которые позволяют сделать код совместимый между разными фреймверками и это позволяет в принципе создавать код который будет написан в едином стиле и который будет очень хорошо переноситься из проекта в проект вот вот PHP 7.0 он в PHP 7.0 снова обновился движок PHP стал в два а то и больше раз быстрее вот появились появилась масса улучшений синтаксиса также улучшилась поддержка типов контроля типов опционального вот так называемый type hinting ну и одна из последних фич в PHP 7.4 это foreign function interface который позволяет вызывать использовать в PHP сторонние библиотеки например библиотеки которые скомпилированы написаны на C скомпилированы и в PHP теперь можно их подключать использовать не создавая экстеншн специальный и не в компиливая это в сам PHP и так как можно увидеть здесь начиная с версии 5.4 новые версии выходили раз в год и до сих пор поддерживается такая тенденция скоро ожидаем версии 8.0 которой обещают just-in-time compilation вот возможно будет улучшение в плане синхронности вот для того чтобы не отставать от других языков хотя синхронность PHP возможно здесь тот же PHP React с Vuli PHP AMP по-моему есть фреймворки библиотеки которые позволяют писать асинхронный код и так что же из себя представляет PHP сейчас это активное сообщество язык развивается но при этом код достаточно стабильно он переносится с версии на версию язык развивается самим комьюнити у нас в покаджисте большой набор разных библиотек и разработчики используют в основном общие принципы разработки которые декларируются в тех же ПСРах вернемся к Расмусу сейчас Расмус работает архитектором он не отошел от PHP он контрибьютит в некоторые проекты время от времени когда ему этого хочется когда ему нравится выступает с лекциями о PHP в принципе он принимает участие в развитии самого языка и на той же лекции которой он рассказывал о 25 годах жизни PHP он рассказал о своем последнем проекте который он делал для людей по-моему в Шри-Ланке которые страдали от цунами от наводнений и там была была проблема с логистикой с тем чтобы просто могли службы спасательные и другие узнать кому нужна помощь где находятся даже просто людям было тяжело узнать где находятся их родственники потому что после стихийных бедствий ну там очень сложно найти кто где и они реализовали очень простую утилиту которая позволяла обмениваться людям информацией говорить где есть медикаменты где еда где находятся те или иные спасенные люди вот и последняя цитата Расмуса вот который можно подвести итог этой лекции заключается в том что неважно неважно что ты используешь важно то что ты создаешь используя PHP и другие средства вот на этом пожалуй лекция закончена я обращусь к вашим вопросам если они есть ага будет любующим доклады по Magento пока не планируется но но посмотрим у нас есть специалисты которые разрабатывают на Magento в принципе это возможно не знаю надо будет подумать полковник забыл так так хорошо ну вопросов немного нас 65 человек в принципе пожалуй на этом можем заканчивать всем спасибо можем двигаться дальше на лекцию Димы Трэйна ссылка так ссылка ну здесь ее нету я пожалуй поделюсь хотя она наверное есть в аккаунте в том же телеграме в аккаунте Nix так секундочку а ссылка уже появилась так всем спасибо я надеюсь вам было интересно я надеюсь теперь вы лучше понимаете суть языка PHP его философию и те принципы на которых он построен спасибо вам большое надеюсь еще увидимся так спасибо спасибо так спасибо Продолжение следует...